В рамках форума национальных достижений на международной выставке «Россия» прошло пленарное заседание, во время которого руководители профильных ведомств и главы регионов рассказали про сферу молодежной политики. Про то, почему Владивосток справедливо стал молодежной столицей России, рассказал Олег Кожемяка. Так, Приморье является центром научно-образовательным для Дальнего Востока. Там у нас расположена и Дальневосточная Академия Наук. Там самый крупный на Дальнем Востоке федеральный университет, в котором учатся более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации. 3,5 тысячи студентов со стран Азиатско-Океанского региона, что сразу создает площадку для будущей международной интеграции молодежи в страны Азии и Тихого океана. И, конечно, Приморье предлагает все варианты, где ребята могут найти достойную и интересную работу. Олег Кожемяка упомянул и прошлогодние достижения – крупные проекты, льготы и гранты для молодых ребят. Владивосток сегодня – это территория для реализации по всем направлениям – от науки и культуры до логистики и туризма. Мы сегодня заинтересованы в том, чтобы он был интеграционной площадкой для стран Азиатско-Океанского региона, так как является входными воротами в те страны, которые наименее подвержены санкции. Кроме того, Владивосток – это место, где каждый год идут множество различных фестивалей. Главный праздник для нас летний – это День Тигра. Это город постоянных гастрономических фестивалей, которые не заканчиваются никогда. Мы не забываем и о тех ребятах, кто себя нашел в креативе. Именно молодежь активно участвует в съемках фильма о Владимире Клавовиче Арсеньеве. Это будет многосерийный фильм впервые после 1972 года, который в ближайшие год-два выйдет на экраны и, безусловно, еще раз покажет красоту Приморского края. На форуме дали старт четвертому сезону проекта «Больше, чем путешествия» и объявили о проведении туристического форума во Владивостоке осенью 2024 года. Благодаря этой программе уже свыше 170 тысяч молодых людей увидели уникальные места нашей страны. Диана Завялова, Новости на Восьмом.